Элитные апартаменты «Марина Делюкс» пытаются подключить к электросетям через суд. Во вторник, 29 сентября, в арбитражном суде Севастополя прошло очередное заседание по делу. ИСТЕЦ, 102-е предприятие электрических сетей Министерства обороны, требует обязать общество с ограниченной ответственностью «Севастополь Энерго» заключить договор на присоединение новых объектов. 102-я ПЭС прямо указала, что намеревается самостоятельно построить объекты электросетевого хозяйства для присоединения ряда своих потребителей к сетям. Это общество с ограниченной ответственностью «Марина Делюкс», а также федеральное бюджетное учреждение «Музей-заповедник Херсонес-Таврический». В этой заявке, как мы считаем, были указаны все сведения, необходимые для определения условий договора и для разработки технических условий. Также были приложены все документы, которые требуются для заключения подобного рода договора и установленные правилами. Однако, по словам начальника юридического отдела предприятия «Севастополь Энерго» Ирины Агаповой, заявка 102-го предприятия электрических сетей на технологическое присоединение имела ряд замечаний. Кроме того, разрешение на строительство 13-этажных многоквартирных домов с двухэтажным паркингом жилого комплекса «Марина Делюкс» признано незаконным. Данные дома планировалось строить в охранной зоне, которая принадлежит культурному наследию. И в связи с этим туда тянуть кабельные линии и подключать потребителей, оно является незаконным. Такие действия приводят к ущемлению интересов других потребителей, поскольку мощность отдается на объект, который, если планируется строить, то до получения разрешения на строительство эта стройка незаконная. А на сегодняшний день вводится в эксплуатацию много других объектов, в том числе объектов ЭЦП, которым эта мощность очень нужна. Жилой комплекс «Марина Делюкс» начали возводить у моря в районе улицы Рыбацкий причал. При этом первый корпус 13-этажного здания строился на территории достопримечательного места древний город Херсонес-Таврический и крепости Чембала и Каламита, где Министерство культуры запретило возводить здания выше 15 метров. Арбитражный суд Севастополя признал разрешение на строительство недействительным в ноябре 2018 года. Арбитражный апелляционный суд поддержал эту позицию. Его оставил без изменения и арбитражный суд Центрального округа. Подключение четырехэтажного недостроя к электросетям незаконно, считают представители Севастополя-Энерго. Между тем, 102-ое предприятие электрических сетей Министерства обороны указывает предприятию на нарушение антимонопольного законодательства. Дело в том, что отказы в технологическом присоединении, это является нарушением закона о защите конкуренции. Но мы в данном случае спокойно, антимонопольная служба рассматривала уже их заявление по этому поводу и отказана в привлечении нас к административной ответственности на том основании, что стройка запрещена и объект для подключения отсутствует. Следующее судебное заседание состоится 22 октября в 15.00.